Давайте все-таки повторим, может быть, если среди нас есть начинающие совсем охотники, в чем отличие спортивного прицела от охотничьего прицела. Второе очень важное отличие – это то, как сделаны механизмы введения вертикальных поправок и отстройка от ветра, поправки на ветер. Значит, как правило, у охотничьих прицелов нет необходимости очень быстро менять, мгновенно менять настройки по поправкам, если вы стреляете далеко. Соответственно, там немножко другая система, которая не рассчитана на мгновенную смену взятия поправок. Мгновенное взятие поправок. So you focus on a system which is easy and quick to use. So let's say from zero to almost 200 meters you don't have to adjust anything. And only if you shoot longer than 200 meters you adjust it with a ballistic turret or you use a ballistic reticle. В том, до 200 метров, как правило, люди поправки не вводят, они стреляют по месту. Значит, если вы стреляете больше, чем на 200 метров, то вы вводите вертикальные поправки или используете баллистические сетки. Because in hunting you have to consider a lot of things at the same time. Where is the animal? Which is the right animal? Is it moving? Where is the position? So with all those things in mind, it's easier to take a system which is easy to handle. It avoids mistakes. For sports shooting you have a different request. For sports shooting you want to adjust the ballistics anytime as good as possible. So you adjust the wind, you adjust the clicks for any distance because you want to hit precisely on an exact spot, on different distances from 50 to probably a thousand or more meters. В спортивной стрельбе там все по-другому. Вам там надо брать очень-очень-очень точные поправки и стрелять, и вы при этом не на 200 метров, а иногда до километра. Соответственно, там эти настройки все сделаны более тонко. So sport and precision shooting requires the possibility to quickly adjust the ballistics from the height from the left and right for the wind adjustment. This is precision long-range sport shooting. For hunting it's possible to use it, but it's risking that you make mistakes because beside all hunting factors you have to consider the position of all the click systems. Вы, конечно, можете использовать и спортивные прицелы для охоты, никто вам это не может запретить, но там вы просто можете запутаться, потому что там система введения этих поправок, она все-таки рассчитана на профессионала. So that's why we tried for hunting purposes to design very easy to handle systems, like, for example, the flexible ballistic turret, where you see the numbers 100, 200, 300 meters to easily know what's going on. For precision and sport shooting you offer clicks in all directions, in all dimensions, up and down and much huge adjustment range. То есть в системе взятия поправок, в спортивном прицеле все намного сложнее. Почему? Потому что там стрелки, во-первых, стреляют очень далеко, во-вторых, им надо попасть очень точно. Соответственно, там эта система более сложная, с ней труднее обращаться, но как бы для стрелка это не проблема. Стрелок профессионально все-таки умеет это все делать вам на охоте, это не очень-то, честно говоря, и надо все. The third thing is that the hunting scope normally is focusing on a big field of view, because you should cover and see as much of the hunting scenery. A sport shooting rifle scope is focused on having a huge adjustment range, to be able to shoot on very long distances, but it's not necessary to see so much from the field of view. And this is from the balance, the focus of the scope. Ну, и производитель ориентируется на разные запросы, когда делает прицел для охоты, когда он делает прицел для спорта. Потому что в том случае, когда он делает прицел для охоты, больше всего производитель фокусируется на том, чтобы сделать прибор с максимально широким полем зрения, в то время как, когда он производит спортивный прицел, он делает возможность вводить самые разные поправки для самых разных спортивных целей, то есть тут разные задачи. So also when you take, for example, the Swarovski Optic DS, the rifle scope with the rangefinder included, this is made for hunting. It's a scope which is calculating all the ballistic drop for the hunter, if it's properly set up. But it's not made and thought for long-range shooting, because you can't shoot over 700-800 meters. And it's not made for precision long-range shooting, it's made for hunting distances. Even if we take the most cosmic device from the company Swarovski, the DS, there it is, that the maximum that you can shoot is 700 meters. In the meantime, the rifle will allow you to shoot on a huge distance. All right.